Всем привет, мои хорошие! Сегодня у меня выходной день. Я сегодня решила, что я не буду ничего снимать. И уже день прошел, понедельник прошел уже, дело к вечеру. Но не включить камеру я не могу, потому что, во-первых, я подстриглась. Я сегодня совершенно неожиданно позвонила и сказали, вот можете там прийти через три часа, освободиться мастер. Я пошла, подстриглась очень хорошо. Ну, они, как всегда, там вытягивают. У меня сейчас все как-то прилистно. А вот после мытья головы, когда я уже уложу по скому, будет все хорошо. Но самое главное, кучери вот эти все мне лишние убрали. Мне такое облегчение на голове. И я счастлива от этого. А когда я вышла с салона, на улице продавали свежую рыбу. Девочки, я не удержалась и рыбу свежую купила. А сейчас я решила ее пожарить и покушать. Я очень голодная сейчас. И мне прям уже, честно говоря, не терпится. Но я хочу вам ее показать, какая у нас рыба, какую я купила и, в общем, сколько она стоит. Так что будем жарить рыбу сейчас. Вот такого карпа зеркального, девочки, я выловила на рынке. Ну, не на рынке, там в палатке продавали. В общем, вот зеркальный карп у нас стоит 140 рублей килограмм. И вот эта рыбина у меня вытянула на 240 рублей. Ну, я взяла зеркального карпа, потому что его легче чистить. У него тут чешуи почти что нет. Он лысый, там чуть-чуть только чешуи есть. И все. Поэтому я сейчас... Ну, он такой толстенький. Я не знаю, то ли он жирненький, то ли у него там внутри что-то есть. В общем, короче, сейчас буду чистить девочки, жарить рыбу. Донская рыба такая вкусная. Ну, я, к сожалению, не люблю с ней возиться. Ленюсь. И, в общем, сейчас вот наткнулась и прям захотелось ее взять и пожарить. Ой, ну вот моя рыбехочка уже пожарилась. Там еще чуть-чуть дожаривается. Голова, еще там два кусочка. И все. Я уже печку выключила и сажусь кушать, наслаждаться. Девочки, день следующий. Я сегодня решила приготовить суп-солянку по рецепту в мультиварке. Ну, у меня мультикухня. Так, так видно? Ингредиенты. В общем, короче говоря, я уже заранее все прикупила из продуктов, то, что мне нужно. Ну, сейчас картошечку я уже отвесила, морковку, лук. Осталось вот мясные продукты и остальное отвесить. Все по весам буду делать, потому что мне кажется, что очень важно соблюсти пропорции. От этого, наверное, все-таки очень зависит вкус. Так, я вам просто сейчас назову. Говядину нужно 300 грамм. Курица копченая 200 грамм. Вот это я еще не взвешивала. Вот у меня говядина, курица. Колбаски охотничьи 130 грамм. Картофель 400 грамм. Огурцы соленые 130 грамм. Морковь 100 грамм. Томатная паста 100 грамм. Лук репчатый 70 грамм. Огуречный рассол 100 грамм. Масло растительное 40 миллилитров. Вода 1,5 литра. И соль специи. Ну, огурцы 600 я беру. Они хрустящие. В общем, можно любые соленые. Масло растительное. Томатная паста я в прошлый раз сделала. Красная цена меня вполне удовлетворила. В общем, вот они все продукты. Сейчас я взвешу, что у меня еще не взвешено. И начну все это нарезать. Ну, а нарезать можно все это средней соломкой. Или кубичками. Там по сантиметру полтора. Ну, в общем, такие формы, какая вам нравится. Я тогда, помню, кубиками все нарезала. Ну, примерно как на оливье. Нет, чуть крупнее, наверное. В общем, сантиметр полтора кубики у меня были. Ну, все. Сейчас взвешиваю все это. И сажусь у телевизора. Включаю сериал. И буду это все резать потихонечку. Потихонечку. И потом уже дальше вам скажу, что вот я весы достала. Все. Все сейчас будем взвешивать. Вот, девочки, я все взвесила. И сейчас я вам хочу показать, если у кого-то нет дома весов, чтобы визуально хотя бы знали, сколько это на глаз все это выглядит. Ну, вот у меня говядины. Вот здесь, в общем-то, мякоть я вырезала. 300 грамм. Копченый окорочок ушел у меня одна штука. Сняла кожу, жир и кости. И, в общем, осталось тут 200 грамм, но с небольшим там хвостиком. Хвостик я оставляю. Охотничья колбасочка. Одна вытягивает на 70 грамм. В общем, примерно здесь 140. Ну, нужно 130. 10 грамм я оставляю. Вот. Ну, вот получается у меня две большие картошки. Одна маленькая. Луковичка вот такая средняя. Средняя морковь. Четыре небольших огурчика. 100 грамм рассола я отвесила. Ну, примерно вот так вот выглядит 100 грамм томатной пасты. Ну, масло растительное 40 грамм. Это примерно там 3-4 столовые ложки. Это уже не принципиально. Кто-то пожирнее, кто-то не жирнее. В общем, ну, все. Полтора литра это уже горячей воды. Нагрею, скипячу и все. Ну, все. Теперь я все быстренько это нарежу. Начну все это собирать уже в кучу. Все я нарезала, девочки. И, в общем, сейчас начинаем мы это все уже готовить. Я поставила в мультиварке режим жарка на 15 минут. И вот уже после начала обратного отчета нужно будет туда закинуть вот эти все овощи с мясом. И томатную пасту, масло растительное. И жарить до окончания программы. И после этого уже вот кроме картошки, в общем-то, все закидываем. После этого уже тогда закидываем картошку, воду, рассол, там, соль, спицы и все остальное. И будем готовить уже потом на режиме суп 1 час. Ну, в общем, я заливаю. Масло я на глаз, в общем, налью. Ну, 40 грамм примерно. Примерно, сколько хотите. И вот это теперь все туда отправляю. Жарить нужно будет периодически все это помешивать. С открытой крышкой. Томат тоже сюда отправляю. Вот как мультиварка жарит все это, да. Я периодически помешиваю. В общем, осталось еще минутки 3. И уже можно все это заливать. Водой, рассолом, картошку добавить. Когда будете солить, не забудьте о том, что там соленые огурцы и колбаса соленая. Что там еще? Окорочок копченый, он тоже не пресно-солененький. Поэтому соли чуть-чуть добавляйте, чтобы немножечко, чтобы не пересолить. Ну, и перец уже на любителя по вкусу. В лавровый листик я один добавлю. Можно сейчас его добавить. Все, я выложила картошку, чуть-чуть соли, чуть-чуть перца. И заливаю все это водой. Полтора литра воды у меня. Закипяченая в чайнике. Выливаю ее всю. Все это перемешаем, закроем крышку и ставим на режим суп на час. И все, идем смотреть дальше свой сериал. Пахнет очень вкусно, девочки. Ну что, девочки, супчик мой готов. Вот так вот он прекрасно выглядит. Можно туда добавить, ну, конечно, желательно, лимон, сметанку. И если кто-то любит, еще оливки. Ну, я оливки не люблю, поэтому я пропускаю этот ингредиент. В общем, дегустировать я не буду, потому что я буду сразу есть. Я уверена в том, что он очень вкусный. Всем доброе утро, мои хорошие. Ничего не делала. Ну, я отдохнула. Ну, а сегодня я хочу приготовить ленивые вареники с творогом. Я давно уже их хотела приготовить, но все как-то вот руки не доходили. Наконец-то дошли. Ну, еще я хотела показать вам стрижку уже после мытья. Потому что, когда они укладывают в парикмахерской волосы, она их вытягивает так, что они прям становятся как сосульки. Ну, для того, чтобы правильно сфилировать, чтобы ровно было все. Но так как там голову моют, я уже потом не перемываю сразу же ее. Ну, а вот сегодня я помыла, уложила уже по-своему. Уже пышность какая-то имеется, да. Ну, и сразу такое облегчение на голове. В общем, все в кучу. И готовка, и стрижка у меня. Вот. Ну что, давайте не будем томить друг друга, потому что я уже проголодалась, хочу завтракать. И, в общем, сейчас давайте вместе с вами приготовим ленивые вареники с творогом. Ну что, девочки, давайте приступим. В общем, нам понадобится одно яйцо. Столовая ложка сахара. В пол чайной ложки соли. И две пачки творога. Ну, 450 грамм творога. Творог лучше, чтобы он был не влажный. Ну, я беру вот такой творог. Здесь по 220 грамм, 440, нормальный. Вот такой вот творог нормальный. Все это туда в кучу складываем. И все это перемешаем теперь. Все, девочки. А теперь по чуть-чуть нужно добавлять муку. Сколько муки возьмет, это в зависимости от того, насколько влажный творог. Поэтому добавлять по чуть-чуть будем и смотреть. Вообще, мне удобнее все это делать руками. Потому что я тогда чувствую, насколько нужно еще творог добавлять. Когда замешиваем тесто, мы его должны чувствовать руками. Тесто должно быть не твердым, но и в то же время оно уже должно как бы формироваться. Вот так уже нормально. Теперь немножечко мы муки насыпем на стол. И выложим его на стол. Нам нужно ему придать форму, вообще раскатать колбаску, разделить ее на три части. Руки у меня чистые, оно к рукам не липнет уже. Все нормально. Можно разделить на три части, готовить сразу. Но дело в том, что я хочу заморозить половину. Я сразу много не съем, я сейчас одна. Поэтому сделаю половину на сейчас, приготовить. А половину я отложу в морозилку. Ну, для удобства можно это еще пополам. Разделить. Раскатать колбасочку такую. И порезать вот на такие вот шайбочки, кружочки. Их можно скатать в шарики. Можно сделать лепешечками, можно шариками, кому как нравится. И вот так чуть-чуть приплюснуть. Можно заранее поставить воду уже. Вода, когда закипит, подсолить немножко. И потом уже будем бросать наши вот эти вот варенички. Вообще, я хотела эти вареники делать вместе с внучкой. Ей было бы интересно вот эти шарики катать. Ну, так получилось, что когда мы были вместе тут, в общем, у нас мы временем не располагали этим заниматься. Это нужно делать спокойно, не торопясь. Ну, еще не все потеряно. В другой раз мы это с ней сделаем. Ну, вот и все. Одна порция у меня готова. Мне пока этого хватит. Ну, вот пока водичка у меня тут закипает, вот эту часть вареничков я сварю. Вторую половину я уже накатала шарики, на досточку положила. И попробую их заморозить. Вообще, раньше я их никогда не замораживала. Ну, вот заодно и проверю. Будут ли они потом вкусные после заморозки. Ну, вот водичка закипела, мы ее слегка подсолим. И отправим туда наши варенички. После этого нужно их поднять со дна, помешать аккуратненько, чтобы они не слиплись. И после того, как они всплывут, варить еще где-то одну-две минуты примерно. Ну, вот уже минута прошла. Я уже выключила печку. Это уже остаточное тепло. И буду их потихонечку вынимать. Вот для чего мне эта ложечка с дырочками понадобилась. Вот еще для вареничков. Ну, а потом вареники можно будет смазать сливочным маслом. А можно сразу, если вы садитесь кушать, сразу их, можно сразу сметаной залить. Лучше, девочки, варить их одну минуту, потому что больше минуты они уже когда варятся, они становятся слишком уже такими рыхловатыми. Вот такая порция у меня получается. Я сливочное масло не буду ложить, потому что я буду кушать уже сейчас сразу. И я сразу сметанкой залью это. И все. Вообще, я с детства помню, что я еще и посыпала сахаром. Чуть-чуть сахарочка. И вот когда сладкая сметана, вот это вот очень вкусно кушается. Ну, здесь можно уже импровизировать, кому как нравится. Ну, что, девочки, подостыли немножечко варенички. Я специально дала им чуть-чуть подостыть, чтобы не обжигаться. И хочу сейчас попробовать. Ой, какие вкусные! Я даже сахар не посыпала. Они без сахара вкусные. Но если посыпать, то вообще будет для детей, наверное, вкусняшка. Мой завтрак. Ну, что вам скажу, девчата. В общем, я приготовила обалденные три блюда в этом видео. Жареная рыбка донская, вот такая. Вкусная, жирная. И она немножко сладенькая, знаете. Мой любимый суп. Вообще, я супы не люблю. Но солянка мне очень нравится. Солянку я готовлю редко, но с удовольствием ем. Я вчера еще даже вторую порцию поела, добавочку. И вот сейчас я поем сейчас вот эти варенички. И тоже получу удовольствие. Очень вкусный завтрак получается. Правда, вот иногда нет времени готовить такое, но по-быстрому овсянку, знаете, вот как я быструю овсянку люблю. Поела и все. Но с удовольствием поем вот эти вот творожные варенички ленивые. Для ленивых, чтобы не лепить. Ну и все. На этом мое видео заканчивается, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok